Добрый вечер. Недавно узнала, что северодвинцы покупают мясо через социальные сети. Что это за явление? Неужели тоска по советскому прошлому, когда продукты приходилось добывать? Или качественной еды сегодня на всех не хватает? Может ли Архангельская область прокормить сама себя? Обсуждаем сегодня в открытой студии. У меня в гостях председатель Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Архангельской области Михаил Силантьев. Добрый вечер, Михаил Сергеевич. Добрый день. И депутат областного собрания, собственник агрокомбината Виктор Казаринов. Виктор Евгеньевич, добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире и все свои вопросы по теме программы вы можете задавать по телефону 580 700. Накануне в Вестнике Северодвинска вышел сюжет о новой свиноферме. И знаете, что меня удивило больше всего? Что сегодня это единственная работающая свиноферма во всей Архангельской области. Давайте посмотрим, вспомним сюжет. Я прошу прощения, у нас технические проблемы. Сюжет, возможно, мы увидим в процессе программы. Но зато у нас уже есть звонок. Здравствуйте, добрый вечер. Говорите в эфире. Звонок у нас также сорвался. Ну вот вы во вчерашнем сюжете, Михаил Сергеевич, говорили, что области нужны некие кооперативы фермеров. Что же это такое? В чем их отличие от того советского колхоза, который мы помним хорошо? Нет, колхоз это колхоз. Колхоз это коллективное хозяйство, которое сбросились, поставили всех коров в одно стойло и их доят потихонечку. Сельхоз кооперация, она и тоже существовала в советское время, и она сейчас бурным цветом цветет во всей Европе, Америке, везде. Даже многие, которые интересуются новостями агропромышленными, сейчас видели массу репортажей про крупную компанию поставщика молочной продукции в Россию, компания Валио. Это кооператив, который состоит из маленьких хозяйств, которые держат по 20-30 коров всего лишь, но это крупный поставщик, в целом это большой кооператив, который снабжает пол Европы и в том числе и Россию молочными продуктами. Вообще кооперативное движение, оно пошло от нас. Как они это делают? Они объединяются для решения каких-то целей. То есть, производят они сами, а для целей переработки и сбыта они объединяются и таким образом решают проблемы, то, что по одиночке они решить не смогут, в том числе и попасть в крупные сети. В чем проблема у нас? Значит, вот западный фермер, он корову подоил, в ведро молока поставил, его спрашиваешь, куда дальше молоко? А я не знаю, там кто-то приезжает у меня в кооператив, забирает, дальше перерабатывает, что они там делают, это уже не моя задача. Все, у нас это тоже необходимо. Наши колхозники во всей Архангельской области готовы производить массу продукции, но они говорят, а куда я это дену, у меня никто не возьмет. Я произвожу там сколько-то для своей деревни, у меня вот здесь расходится, а все остальное заберите, я вам сделаю. Тогда приходится ему урезать объемы. У нас есть звонок, я надеюсь. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, у меня это самое звонок Казариного. Я хочу задать вопрос по поводу воссоздания рекосихарской птицфермы. В Рикосихе, наверное. В Рикосихе птицефабрика. А что конкретно? Ну, чтобы она снова работала, радовала горожан. Там я раньше заезжал за продуктами. Нужны огромные субсидии, понятно, что деньги. Если можно, я вот чуть-чуть просто занимался этим вопросом. На самом деле птицефабрику возродить действительно можно, и это будет даже пользоваться спросом. Проблема немножко в другом. У них есть собственник. И вот этот собственник не хочет ничего делать, не хочет продавать. Поэтому, ну, мы в капитализме. У каждого, вот мы не можем взять там чужую вещь и что-то там заставить собственника сделать. Да. Вот, ну, нет у него желания. Но я все равно думаю, что рано-поздно у нас появятся здесь какие-то местные фермеры, которые, ну, пусть не там, но где-то в другом месте создадут какое-то, в том числе, птицеводческое хозяйство. Может быть, где-то рядышком. Нет, с точки зрения все-таки птицеводства и яйца, и мяса птицы. То есть, ну, на мой взгляд, фермеры с этим не справятся. На сегодняшний день это громадные предприятия, на которых работают сотни людей, где десятки, сотни тысяч кур. И, в принципе, у нас в Архангельской области примеры такие есть. К сожалению, вот в этом году при том, что, на самом деле, очень большая поддержка со стороны бюджета шла на поддержку Вельской птицефабрики. Случился пожар, и на сегодняшний день предприятие признано банкротом. Они, ну, фактически и кур всех уничтожили, уже есть проблема, что там по лесам куры бегают, вот после всего этого пожара. То есть, это крупные, большие предприятия. Ну, на самом деле, не все так. Вот можно и мелкое предприятие. Да, вот бролера создавать, значит, бролерную птицефабрику создавать мелкому производителю невозможно, потому что это очень большие затраты. Но производство яйца, оно достаточно дешевое, поэтому здесь как раз фермер-то и могли бы. Но, опять же, нам нужна поддержка. Поддержка, потому что, как любое сельское хозяйство, сразу требует больших-больших вложений. Ну, вот мне дилетантски кажется, что прогорают обычно те, кто производит что-то ненужное. Ну, не может быть ни мяса, ни курицы, ни яйцо, ни молоко ненужным. Почему фермерам нужна поддержка больше, чем другим предпринимателям? Дело в том, что во всем цивилизованном мире сельское хозяйство на сегодняшний день использует громадные государственные ресурсы для своей работы. Потому что, если взять 100 лет назад, большая часть населения земли жила в деревнях, работала в сельском хозяйстве, производила продукты питания. То есть, сейчас осталось, ну, буквально, если посчитать, там, ну, 5-10% которые живут на селе, и они должны кормить город. Соответственно, для этого нужны новые, абсолютно современные, а раз современные, очень дорогие технологии. Это очень большой расход энергоресурсов, это и электричество, и газ, и вода. Все это стоит достаточно больших денег. Если мы не будем поддерживать наших фермеров, они никогда не смогут на равных конкурировать, во-первых, с импортными сельхозпроизводителями, которые бюджет очень сильно поддерживают. Ну, и с другой стороны, те сельхозпроизводители, которые находятся на юге России, например, у них теплое лето, им не нужно те же коровники или фермы свиноводческие отапливать в таком объеме. То есть, у них газ гораздо дешевле, у них корма рядом растут под боком, электричество намного дешевле. И, соответственно, тут уже власти должны принять для себя какое-то решение. То ли мы всю продукцию завозим из тех районов, где ее производить дешевле, или из Европы за счет того, что оно субсидируется за счет местных бюджетов. Или, как у нас, у нас громадная Архангельская область, то есть, у нас производство сельхозпродукции, это не только производство продукции, но это и занятость населения, чтобы люди продолжали жить там, где жили их деды, где их родители, чтобы им было чем заняться, чтобы они получали достойную зарплату за свой труд, чтобы достойная была зарплата, соответственно, продукция будет дорогая, ее покупать никто не будет. Ну и самое главное, на самом деле, вот это все, конечно, тоже важно, но и главное, что животное растет долго, а его надо купить сразу же. Вот трактор стоит полтора миллиона рублей, плюс навесное оборудование, плюс то-то-то, корова стоит где-то около 100 тысяч, самое-то самое. А вот ты ее купишь, а молоко тебя начнет давать где-то через год. То есть, а год, а у нас ведь банки-то как, уже на завтра будут требовать погашения кредитов. Вот для этого, для того, чтобы вот этот год пережить, нами нужна государственная поддержка. Она возвратится, фермер готов ее вернуть, значит, как на Западе, ведь там приходят, и тебе говорят, 5 лет работай, после этого начнешь отдавать. А у нас на завтра начинают давать. Вот для этого и нужно. И никаких льготных кредитов сегодня для фермеров не существует? Они существуют, но они, льгот, может быть, они, понимаете, вот существует два вида банковского капитала. Есть промышленный капитал, а есть банковский, так называемый, спекулятивный капитал. Вот для промышленности нужны длинные деньги, чтобы отдавать их через сколько-то времени. Там вот свиноводство одно из самых быстрых, да, но и то, через год вот эта свиноферма заработала. То есть, привезли год назад свиноматок, и мясо стали давать через год. А в этот год надо же кормить, прочее. Коровы еще дольше растет. Ну, а с точки зрения кредитов, вот нам нужно продолжать модернизацию на агрокомбинате в Северодвинске. Мы в конце прошлого года обратились в ряд банков на счет возможности взять кредит для покупки и установки дополнительного блока в котельную. Ну, меньше, чем по 30% годовых, там никто даже разговаривать не хотел. Что такое 30% годовых для сельского хозяйства? То есть, это взять 10 миллионов, это... Отдать 13, через год. Нет, через год надо отдать 13 миллионов. Нет, ну, тело кредита можно гасить позже, но только процентов 3 миллиона, так эти деньги нужно заработать. А рентабельность в сельском хозяйстве, особенно в условиях Севера, она очень не высокая. Чтобы тебе дали этот кредит, надо, чтобы ты уже был миллионером, по сути дела. А если ты миллионер, вот мне как люди, которые считают, говорят, самые выгодные на сегодняшний день, положи деньги на депозит. Ты ничего не делаешь, значит, греешь пузо где-то, и у тебя каждый месяц снимаешь дивиденды. И все. А если ты заходишь, а вдруг у тебя там, значит, не урожай, а вдруг у тебя там корова заболела? Или пожарка в Северской публике. Ну, вот, Виктор Евгеньевич, если бы вы начинали с сельского хозяйства, вы бы вообще начать смогли? Нет, сто процентов нет. То есть, для этого нужно иметь уже другие деньги? Нет, ну, опять же, я не родился на селе, потому что я городской житель. Наверное, те, кто живут на селе, и потихонечку как-то, наверное, что-то можно. Но создать крупное сельхозпредприятие с нуля невозможно по определению. Без господдержки. Небольшое создать можно. Небольшое можно. И почему нам еще нужны кооперативы? Потому что создать мелкие сегодня можно, и они создаются, они есть, они могут расширяться. Проблема, значит, в сбыте, да, если будет у нас кооперация, вот эти мелкие будут реализовывать, они будут постепенно расширяться. И причем вот эти мелкие, то есть, когда каждый сам по себе, ну, производит там 5 тонн картошки, кто-то там 10 тонн картошки, с ним никто разговаривать не будет. А если в целом районе вот эти производители объединятся и говорят, что у нас единая сбытовая ценовая политика. Нужна вам картошка, мы можем вам предоставить там 100, 200, 500 тонн или сколько вам нужно, но цена будет такая. А желательно еще, чтобы в начале года мы с вами заключили договор, вы нам сделали, скажем, небольшую предоплату, мы за счет этого вам фиксируем цену на следующий год. И тогда покупатель гарантированно получает качественную продукцию, наши селяне спокойно могут работать и гарантированно выпускать этот объем. И не торговать на рынке, у них же нет времени на это. Конечно, и возможности для этого нет. Вот у меня режиссер подсказывает, что у нас есть возможность посмотреть сюжет долгожданный. Давайте все-таки посмотрим его. Это один из трех производителей. Хряк Ваня, порода Иландрас, беконная. Это самый старослужащий самец. В свои 4 года он весит 150 килограммов. Искусственным путем Ваня оплодотворяет минимум 20 свиноматок. В помете от него рождается до 18 поросят. Это крестьянско-фермерское хозяйство, единственное в области по производству свинины. Целый год здесь выращивали свиней и первые забои только начались. Изначально животных приобретали в Воронежском селекционном центре. Сейчас на ферме 60 свиноматок, а общее количество голов около 600. Уникальность хозяйства в производстве питания для свиней. Собственный комбикормовый завод позволяет отвечать производителю за качество мяса. Здесь смешивается ячмень и пшеница. Дальше корм поступает к животным через эти автоматизированные установки. Три раза в день съедается одна тонна. Мы готовы, конечно, развиваться. Развиваться до 200 тонн в месяц. Вытеснить, конечно, всех не получится. Но хотелось бы, конечно. Делаем ставку, конечно, в первую очередь на качество. То есть, как увидели у нас свой комбикормовый завод, мы покупаем зерно. То есть, не доверяем производителю комбикормов, чтобы потом не краснеть перед нашими покупателями, которые будут привлечать наше мясо. А сами уже гарантируем, потому что мясо сочное, беконное и очень вкусное. 10 тонн в месяц, а в день формируются по 30 мясных наборов. Каждый минимум 3,5 килограммов. На момент продажи мясу всего 3-4 дня, тогда как в магазины везут поставщики несколько дней. Это мясо поставляют напрямую физическим лицам и в некоторые торговые точки рынков. А вот в магазины приобретать продукцию не спешат. Торговля не берет не тот этот объем. Это как бы премиум товар, потому как это качество, но и не те объемы. Так вот, фермерам надо помочь в реализации. Помочь как? Не надо нам вот этих магазинов, не надо нам ничего. Дайте нам поддержку по сельхозкооперации. И тогда у нас появятся, как это было в советские времена, кооперативные магазины, кооперативные рынки, в которых можно будет приобрести продукцию. В месяц здесь рождается около сотни поросят. Сначала они содержатся в яслях, затем в месячном возрасте отправляются на откормку к остальным. Их заснять не удалось, соблюдается абсолютная стерильность. Михаил Силантьев сегодня у нас в студии. И вот хочется задать вопрос. Я видела объявление, что мясо этой свинофермы продается через социальные сети. Как еще удается реализовывать сегодня фермерам? В основном идет через знакомых, через социальные сети. По каким-то объявлениям уже как бы сарафанным радио идет. Почему? Потому что торговля, во-первых, она тоже берет свою маржу. Соответственно, удорожает продукцию. А вообще берут они? А во-вторых, мясо его практически не берут. Почему? Потому что мы работаем в премиум сегменте. Это мясо, как бы сказать-то, у нас вообще торговля... Высокого качества. Ну, высокого качества само собой. А торговля не любит работать с охлажденкой. У нее срок годности 5 дней. Вот вся охлажденка, которая у нас лежит в магазинах, это либо из Белоруссии, либо вот с Мироторга, значит, из Белоруссии привезенная. У них гораздо легче из... Но если она привезенная, она уже как минимум двое суток ее везли, а у нее срок годности 5 суток. Поэтому это не может быть. Поэтому у нас вот эта свиноферма, она под заказ. Люди позвонили, им завтра привезли. Ну, вот невозможность продавать через торговые сети не дает расти. Ну, как сказать, значит, но зато цена ниже. Ну, вот, кстати, вы еще забавную вещь рассказывали, что сегодня торговцы охлажденкой ссылаются на вашу ферму. Ну, по-сому-собой, в любой магазин. Уже сообщают, что это мясо. Еще до того, как фирма начала забивать, значит, свиней, уже все говорили, да, вот это у нас мясо-то отсюда. А свинки еще все живы. Нет, ну, на самом деле, вот вопрос реализации, это один из ключевых вопросов. И вот мы сегодня сейчас пытаемся в рамках областного законодательства решить вопрос тем, чтобы местные сельхозпроизводители, у кого, значит, в объемах реализации не менее 70% собственной продукции, имели возможность на льготных условиях получать земельные участки для создания своей фирменной торговой сети. Потому что на сегодняшний день… Но это тоже вот не для всех, потому что, я говорю, вот, если он… Нет, не, 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 Михаил, подожди секундочку. То есть, каким образом? То есть, вот есть идея построить… Магазины фирменные. Фирменные магазины в Архангельской области, значит, которые бы торговали фермерской продукцией и вообще продукцией местных товаропроизводителей. То есть, соответственно, чтобы там была свинина из этого хозяйства, была архангельская картошка, архангельская морковка, архангельская капуста, рыба и от архангельских рыбаков, которые травы флот привозит, и от всех переработчиков, которые, используя, может быть, вот это сырье, другое сырье, перерабатывают его здесь, на территории Архангельской области, чтобы это все продавалось в одном месте. Во-первых, это гарантированное качество, то есть, это не то, что там в Белоруссию пришло, непонятно откуда это лосось, и Белоруссия у нас становится одним из крупнейших поставщиков лосося и всего остального. Это производится здесь, у нас наши потребители доверяют тому же там Водомерову, значит, Апрелю, Северодвинскому агрокомбинату, хлебокомбинату, то есть, чтобы был набор именно вот этих товаропроизводителей, и чтобы ценовая политика в этой торговой сети была... Ну, плюс фермеры, конечно. Нет, это само собой, но опять же, чтобы это были не отдельные фермеры, а именно ассоциации фермеров, потому что ездить и у каждого собирать, условно говоря, по 500 яиц или по одной туши свинины, это невозможно, то есть, должны быть какие-то определенные группы фермеров, которые занимаются там картофелем, кто-то занимается яйцом, кто-то занимается качественным, эксклюзивным молоком с очень высокой жирностью. То есть, обязательно вот это все дело объединять, и, может быть, даже на основе их участия создать вот эту торговую сеть, чтобы она была самоокупаемой. На кооперативной основе. На кооперативной основе. Но я вам скажу, вот уже давно у нас и в Москве, вот когда бываешь, вот я захожу в обычные продуктовые магазинчики, маленькие шаговые доступности, там в каждом магазинчике есть какая-то полочка, на котором написано «местная фермерская продукция». Ой, не рекламный ли это ход каждый раз, думая? Может быть, и рекламный, но там все равно местная. Такая обшарпанная упаковочка простая, и так хочется все это купить. Упаковка ведь зависит от денег, от чего. Но каждый магазин стремится, и покупатель идет и говорит, вот в этом магазине, вот пусть он маленький магазин, но там хоть чуть-чуть, но фермерская есть. Почему же у нас-то не сделать? У нас тоже есть местные сети. Почему они не хотят хоть выставку хотя бы элементарную сделать продукции? Ну, пока мы не можем добиться. При этом это совершенно не соответствует конъюнктуре. Вот я задала вопрос ВКонтакте и спросила, а что же вы больше любите, местное или привозное? Так вот, за привозное проголосовал всего один человек во всем опросе. 61% проголосовал за вариант «да, смотрю и предпочитаю российское, а лучше местное». И лишь 40% не смотрит на производителя, а смотрит на цену, состав, внешний вид и другие факторы. Но мне это вот еще очень интересно. Вот, допустим, сегодня посмотрела на привозные огурцы 89,90 за килограмм. Ну, вот просто на вскидку. Северодвинские стоят дороже. От 99, 103, 113, да, в зависимости от сорта. Может ли производитель наш, местный, делать дешевле импортного? Ведь не надо же везти. При достаточном объеме государственной поддержки можно сделать дешевле всего. Вот. Но когда у нас самый дорогой в России газ, самый дорогой в России газ, у нас самое дорогое в России электричество, дороже нет нигде. У нас первый световой пояс, это у нас самый короткий световой день, то есть издержки получаются сумасшедшие для всех категорий производителей. Компенсации практически нету. Хотя в том же Евросоюзе, в Китае даже, там компенсации сумасшедшие идут. Так, может быть, поэтому наши власти думают, что нам и не нужно сельское хозяйство, оно нам нужно? А без сельского хозяйства у нас просто будет пустыня. Понимаете, мы не можем, у нас громадная территория, с пол Европы, а кто на ней будет жить? И что там будут люди делать, если там не будет сельского хозяйства? Потому что другого вида бизнеса там нет. Все уедут в Москву? Я не знаю, устроить подводные лодки. Вот в той же Норвегии, вот у них датируют вот этих всех фермеров, для того, чтобы хоть кто-то жил бы там. Иначе они говорят, у нас же будет тут пустыня. И они только ради этого производят. Хотя рентабельнее производить там на юге Финляндии, допустим. Это с одной стороны. С другой стороны, часть продукции, которую производит, например, тот же Северодинский агрокомбинат, к нам никто и никогда не повезет. Потому что я по определению не довезти. Вот то, что у нас в нашей фирменной торговой сети, значит, кинза, укроп, сельдерей, петрушка, руккола, базилик и все прочее в горшочках, которые покупатель знает, что вот он сегодня видит на прилавке, это вчера еще только было на грядке. При этом я вижу кинзу и рукколу. Это привезти из Подмосковья практически нереально, потому что это идут очень объемные, абсолютно легкие коробки. То есть, это фактически везти воздух. Здесь мы идем на это, и получается, что мы круглый год обеспечиваем наших жителей гарантированно качественной витаминной продукцией. В прошлом году наши огурцы, третий год восстановлено предприятие работает, то есть, лауреаты 100 товаров России. То есть, подтвержденное качество. Вы считаете, местные это всегда априори качество? У нас местные производители, они маленькие. Каждое маленькое хозяйство беспокоится за свое риноме, потому что у него каждый покупатель на вес золота. Крупные холдинги, которые к нам везут продукцию в больших количествах, у них качество страдает. Чем больше объем, тем хуже качество. Чем меньше объем, тем качество выше. Дело в том, что при тех объемах, которые производятся у нас, обмануть потребителя можно один раз, можно два, можно три, но на десятый раз запомнят. 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 И поэтому, не называя тех фирм, которые пропали с архангельского рынка, возьмем мясные продукты, да? А какая самая на сегодняшний день мощная и серьезная фирма? Это апрель. Потому что на определенном этапе, когда они начали, они стали вкладывать громадные деньги в новые технологии, в новое оборудование, в рекламные ролики, в своих торговых точках, где показан весь процесс. Но все же они переработчики, они производители самой продукции. Нет, я бы все-таки вот это дело объединил. Потому что взять откуда-то привезти сырье, мы не можем все по определению здесь производить. Почти все мы можем. На самом деле у нас почти все мы можем. Нет, ну тогда денег на все не хватит просто-напросто, чтобы все это дело делать. Но нормальную баранину мы не можем здесь производить. Почему? Да потому что условия не те, она… Да нормально, у нас бараны хорошо, хорошо у нас растут, на самом деле. Вот, и поэтому если выпускать некачественную продукцию, значит, ну на ком-то этапе просто более ответственные конкуренты, которые работают на этом же рынке, ну они потихонечку тебя съедят и все. И останутся те, кто именно дорожат своей репутацией, и выпускают на самом деле качественную продукцию. Я вам в продолжении вот этого, значит, темы скажу, что вот по секрету, вот ферма Викторов, которую вы сейчас вот показывали, вот свинину, он как, продает по 3,5 килограмма за 1000 рублей вот пакет это, да, но на самом деле у него там не 3,5 килограмма, а почти 4. Удивительный обед. А он сушку, да? Я думала, что он вегетарианец. И люди-то говорят, а чего больше, ты нам по ошибке? Да ладно, мы всем по ошибке побольше ложим. Потому что клиент для фермера это важно. А для крупного холдинга, он там послал что-то, там химия какая-то, там чего сгнила половина, ну что делать там? У сушку, у труска. Ну что ж, очень непростой вопрос и очень разные мнения. Может ли Архангельская область прокормить сама себя? Этот вопрос мы обсуждали с Виктором Казариновым, депутатом областного собрания и собственником агрокомбината. Спасибо вам за участие. До свидания. До свидания. И Михаил Силантьев был у нас в студии, председатель крестьянско-фермерских хозяйств Архангельской области. Спасибо вам за участие и успехов, и энтузиазма. Будем надеяться, да, что мы все равно всех можем прокормить область. У нас колоссальные возможности обладают. Пусть с небольшого мы начнем, объединим в кооперативы, и люди у нас будут и при делах, и при работе, и при деньгах. И накормим всех. Будем пробовать. Подошла к концу последняя в этом сезоне программа «Открытая студия». Увидимся уже в сентябре. Я вам желаю хорошего, теплого лета. До встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова